Вы видите танцующего Каспера, друзья, и это неспроста, потому что несколько радостных новостей для всех вас. Ну, во-первых, мы планируем эту часть сделать подольше, так что обязательно настройтесь, возьмите что-то вкусное, чай, кофе, другие прекрасные напитки. И второй момент, мы пришли вот сюда, ну, к известной уже нам Одри Сторм, чтобы еще раз выполнить задание, вот это вот. А она взяла и дала нам новое задание, вот сейчас оно по карте появилось, поэтому вступление к нему мы посмотрим, когда уже выполним его, потому что я ожидал, что будет вот то задание, мы просто здесь качались. Да, кстати, 12 уровень взял, и раз уже прокачались, давайте этот навык я быстро повышу. Ну-ка, навыки тут дают. Вот, радиус дальнего боя сокращается на 3 метра, но мне вот сюда хочется идти. А это что? О, вот, буду таксикологом. Хорошо, отлично. И одежда тоже немножечко получше. Броня, сапожки, вот перчатки классные, выпали только что, бегали туда к гончим. Гончим они называются, да, которые боятся там до устрашивания. Срачка до гончих боится. Да, ну, в общем, готовы, 6 уровень мира, лютый, уже выносят. Давай пошли посмотрим, переместимся в следующую область. Историк вечность, это, это интересно. Интересно, да? А пока загрузка идет, друзья, помните, что этот цикл роликов по стопроцентному прохождению игры Outriders выходит при поддержке игрового портала vargm.ru, самого крупного рейтинга игровых серверов в русскоязычном интернете. Ссылка уже по традиции в описании. Обязательно, друзья, переходите. А сейчас мы попадаем в новую, недоступную нам ранее область. Вот совершенно внезапно, кстати. Так, стоп. Читаем, что у нас по заданию. Пустите меня почитать. Мне, кстати, надо пойти сдать, где не ждался, а то мы гриндели. Мы совсем бутер прайм. Задание коллекционера. Ищите предметы, которые представляют интерес для мадам Бавуар. Мадам Бавуар, одна из старейших жителей Земли, пытается сохранить историю своей родной планеты. Ищите земные артефакты и приносите их ей в город-в ущелье. Ну, друзья, возможно, еще неоднократно будет такое описание для миссии, так предметов мы ей будем... Ух, тут... Улья, там чуть не убился. Тут, там просто овраг, я не заметил. Ну, вот такое... Волнение просто почувствовал. О, металл, осторожно. Я тоже хочу металл. Сейчас, взял. Ты раздробила, я чисто подобраю. Ну, правильно, ты всегда у нас черную работу, я очень нравлюсь. Ну, и я чернорабочий. Я чернокнижник, я чернорабочий. Да, ты бело-лентяйный. Давай сюда. Че ты, парни, из-за угла, как перо не дал. Так, а тут уже снайперка. Пойдет отлично. Ой, как я... Я сейчас просто на ходу в качан попал, там потом набегал. Совсем посмотришь. Я снимаю, там нормально, выходят пацаны и лопаются. Смотри, с этой стороны набежала. Ставлю турельку. Я сейчас базуку возьму. О, по 600 там так влетело. Вот этим штурмовикам, которые вообще не пробиваемые в ближнем бою, им базука просто раздает от души. Душа от базуки раздает. У меня снайперка Винтовка без снайперского прицела Это винтовка Она странная Ну Пока Работаем из нее Парни Чудненько углубить Там еще Толпа вылетела Так что готовься Я турельку поставлю Ух там штурмовики А у меня в этот раз уже не откатан скилл еще Давай штурмовиков бей А пусть подходят Куда подходят они Ой-ой-ой Так Отлично Ты просто из пламени вышел Вернись Пламя из меня просто О, как базука, базука Ух Далки Дай, ну дал Там пацаны Когда они за баррикадой Конечно базукой Неэффективно вообще Давай, вылази Такая как-то Большая волна Чуть-чуть ослониться от микрофона И говорить чуть-чуть громче То есть Не будет перегрузки И отлично будет все Просто чуть-чуть Ну да, хочу, чтобы перегрузки были Ну понятно Но мы же не на то, что я тебя слушаю Выбила О, так хорошо Парень, я сейчас лягу У меня уже сердце А, ну Когда ты Доходишься к нескольким То ты у меня ляжешь Да Когда находится в нескольких шагах отложения То он начинает сердце Стучать Ой Последний Виноградный Фух Здесь было жарко Не, ну Штурмовиков нормально Разложились базуки И даже ни разу не помнил Судучок отсюда видно Но добраться к нему нельзя Где-где? Вот тут Вкусненький там Подожди Пока не открывай Побегаем Исследуем О, нашел Точняк Наш Ну, зелененькая что-то Брюки первопровал Синенькая что-то А ну давай посмотрим Что там за брюки За дробаша Дробаш Сколько урона дробаша 226 Это ни о чем вообще Ну Какой у тебя уровень 11 Да это ни о чем вообще Тут вот можно пополниться Дергет Ух, передернул Все Туда если Там что-то зеленое Валяется Где-где Ну, а я не взял Ну, я наверное взял Это просто какая-то вещь, наверное Которая дробнулась Берите, хватит всем На Так, ну Листочков здесь нету Лес О, это хорошо Что мы выполняем Коллекционное задание Потому что Я вместе с ним Сдам сразу и Другое Пойдем дальше Пойдем Так Растащит Ох, тут прям близко Граната Ай Успел Листы Взорвался Живой? Да, они Как кукол Смотря как взорваться Наверное, тоже Со снайперки поработаем Смотри, чтобы Вблизи никто не подбежал Контроль Я буду снимать Ребята, а ты Контроль Ай Граната Ух ты Парень Все, я лег Ну, я сам встану Я тебя подниму Ну, давай Эй, за камуш Ачивку не дали? Нет Ай, граната Да, вот тоже Я так Пукалка Такой пукалке Так что мой персонаж Пукнул Сверху Вот это они Поливают, а Добротно, да? Головорезы Парень Не надо Головорезов И тут вообще Че ты молчишь? Парень Я тут крошу Че один Психи просто Если бы оружие было Не легендарное Уже все было Прячься Я нормально Кочунок поснимал Сейчас Но их реально много Здесь Подмышку попал Парню Мыш Под клавиатуру Бомба, бомба Вали оттуда Парай Выжил Я не видел Вообще Что ж такое Надо снайперку Нормальную поставить Без этой Перезарядки После каждого Выстрела У тебя сколько Урона У снайперки? 500 щенка Что ж так Сейчас была Череда промахов Вообще Грустных Так, ладно Сейчас Сейчас Я возьму Вот это Можно ехать Снайпер Ты пропадаешь Тебе дискорд глушит Это да Снайперка что? Говорю Снайперка Это конечно Хорошо Но Когда она Хорошая У меня сейчас По сути Не снайперка А винтовка Потому что Она без прицела У меня снайпер Атака есть Просто Они разные бывают Так снайперки Разные бывают Тут сундучок Иди Возьми вещи Я пойду Возьму Итем Так Ну тут Сразу телепорт Босса нету Фортанула Так Давай Телепортируемся И может мы все-таки Пойдем к парню Который ее Ну пойдем Поджигает Ладно Сначала в лагерь Давай сначала в лагерь Только не продавай А то у тебя отконнектят Я только покупать буду Я только покупать буду Тогда меня отконнектят Ну наверное просто по одному Ну пока да Пока патч не сделают Друзья Если в коопе Но по крайней мере в нашем случае Так Если в коопе покупаешь Или продаешь что-то Одновременно А то что За что-то попало Вот то Дисконнектят Ну и сдадим Ну да Сдадим И потом Сначала Ну она где О Вот тут Мадам Баттерфляй Голографический диск Это настоящий диск? Нет Голографический Я их помню Раньше мы думали Что Они останутся навсегда Что новые поколения Будут смотреть их Смотреть наши фильмы Узнавать как мы жили И любили А что теперь? Почти ничего не осталось Как будто мы и не существовали О Награда Шапочка прям Разительно Круче Возьмут Капюшон Проделать Тоже Шапочку Возьмешь Естественно Для подводного Плавания Хм Новая запись в дневнике Голографический диск Прочитаю Артефакт из земли Голографический диск Хм Я их помню Раньше мы думали Что они останутся навсегда Что следующие поколения Будут брать их Смотреть наши фильмы Видеть как мы жили и любили А теперь все вышло так Словно нас вообще не существовало Так Теперь пойдем покажем Ну нам придется еще раз Выполнить это задание Ну хоть покачаемся А сейчас я еще Еве сдам То есть с прошлого раза Что ты у меня двигаешься В ритме дикого танца Ну я так Поставил чтобы двигаться Кто-то говорит Иди домой пьянь Ну так правильно говорят Что-то Не обижайся на правду Так это тебе говорят Мне говорят Ну да Как они меня заподозрили Я был очень осторожен Так Теперь Сюда На перекресток Тебе до двенадцатого много еще Посмотрим Ну посмотри Пиворум Половина еще Понял тебя Интересно какое У нее сейчас два задания Должно быть получается Как его найти Где он? В бункере на холме Посмотреть будет Ну Коллекционного задания В общем нету Значит друзья Покажем его уже На другом персонаже Как она о нем Говорит Потому что мы даже Сами не посмотрели Что она говорит Я подбежал Вот так вот на автомате Думал Как раз возьму Это задание Которое мы сейчас Идем выполнять Идем А там раз Она ей выдала Про то Либо же Ну в общем да Либо же Она просто Ничего нового не говорила А задание появилось Автоматически Когда мы подошли К двери Ну давай принимай Давай меньше Бу-бу-бу Не ну На следующих чарах Покажем Надо Да Запомнить Тут сейчас Буду базукой Прерывать его каст А ты будешь его А ты будешь его В этот момент Нагревать Почан Вывалил Я ему снял Оп Граната Аккуратненько Давай Я тебя сверху Прикрываю Ух ты Я от снайперов Живот впитал Сверху прикрываю Нормально Честно говоря Сейчас еще раз впитаю Но сверху прикрываю Нормально Честно говоря Да Прикрывай Причем Они даже Когда прячутся За заграждениями Сверху Их головы Видно Вообще идеально Иногда да Я помню Этот голос Не совсем Видно Не лезь туда Сейчас помогу Там почанов Да я вижу Налезло уже И снайперы Тоже Я думаю Что мы Просто подняли Уровень мира И поэтому Их столько Потому что раньше Тут их столько Не было Я точно помню Либо это связано С нашим левелом Но скорее Снайпера Стал Хорош Скорее всего Это из-за уровня мира Из-за уровня зла У меня закончились В винтовке Патроны Осталось Только Пулемет Так что я рвану А ты Поддерживаешь Я вижу еще Одного Снайпера Крепучие какие Слушай Я думаю Босс Нас сейчас Разберет Вообще На запчасти Да Нормально Нормально Ты ненормальный Ты ненормальный Моевый лагер Ух я зашел Там парнем В тыл Со всем Как они любят делать Живешь? Чего ты Дорванул Заходилось Пожарки Ай Он убил тебя Ну вставай А че Я сразу Умер Да потому что Ты не успел Встать А меня тоже Убили Давай по той же Тактике Дуй вперед Я отсюда Прикрою Следующих ждем Хорош Добрал Вообще Нормально Я ему дал Подмышку И туда Вот это было Хорошо Сейчас Я помню Пирог там сидит По правой стороне Много Смотри Я бачу Я там нормально Накидываю Но Аккуратненько В таком расстоянии Выцелить голову Вообще Без прицелов Я сделал Смог Ну Счешется постоянно Когда играю В Outriders Так получается Снайперов Нет Ну Не всех Нет Но я видел Там Вылетел С одного Предмета Я его убрал Да 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 Что Как штурмовики Оттуда полезу Которые тебя задавили Я достану Базуху Базуху О Вон они Вон они Достаю Смотри Пошла ракета Ух Просто смело Понимаешь Хорош С одной ракеты Просто там Двоих или троих Вычистила Бордмен Ныне Еще Почаны Аккуратно Ой Тут у тебя Вблизи Конечно Мощно Увернись Я тут Разгорелся Разгорелся Да Надо пособирать Тут кучу Да Ай Разгорелся Валился Там вот ящичек Тут металлочки Где Где Тут Я добегу туда Собираем Собираем Потом будем Там Что-то Крафтить С него Будем Что-то Мутить И будет Что-то Положить Конечно Собрано Патрончики Годи Там Патрончики Еще будут Ящики Босс Будет Жаркий Ну давай У меня базука Откатилась Уже Вот здесь Пополнил Патрончики Сюда сложнее Капитан Батоналин Здесь Землянина Ну Давай Я поставлю Снайперку Я поставлю Базуху Давай О Поставлю Базуху Сразу Там Занимайся Им Ставлю Базуху Парень Думаешь Отдалек Меня Я не думаю Покажи Свою силу Ты думал Давай Скипай Что Посмотреть На него Ого Что-то Много Аксоста Просто Ух Я сбил Отлично А парень Тут еще Кувырнись Надо Постоян Делать Надо Потому что Попочку Поджигает Очень больно Все Я Подзучил Живой Вообще Парень Исцеление Делает Сурмовики Сейчас Я Лягу Ой Лягу Сейчас Я Лягу На Гараж Тын Тыдин Аутрайдер Будет Наш Невозможно Использовать Посолность Почему Ее Невозможно Использовать Крепки 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 Там парень Похоже Отличился Вообще Полностью Не Не Полностью Но Отличился Айяяяя Не надо Не надо Убывать Не Умирай Не Умирай Так Как Ну Что Одновременно Со Мной Умираешь Как Можно Быть Таким Криворуким Я Не Знаю Я Так Надеюсь Что Ты Уже Добьешь Парень Взял Он Кипа И Что Ты Вот Это Тени Я Давно Скиднул Отстанет Меня Смотри Я Умер Сам Встану Давай Он Один Остался Замороженный Там Стоит О Спустились Ребятки Ой Это Штурмовики Спустились Ну Это Вставай Вставай С штурмовиками Рядом Не тусуйся Они Просто Уничтожают Вблизи Теперь Я Лег Ну Теперь Тебя Надо Меня Поднять Ты Сейчас Вряд Ли Добежишь Все Ай Ай Это Было Сложно Вычеркивай Сначала Всю Мелочь Которая Не Капитана Потом Капитана Давай Сейчас У меня Оружие Каловское Может Не 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 Сейчас Да Не По нему Стреляя По мелочи С ним То Потом Разберемся Я Ухо Хэдшот Отдал Он Сзади Тебя Уходи Оттуда Парень Он Ваншотный Он Ваншотный Что Так Ну так Нельзя Просто Один Выстрел Из Пистолета Мне Тут Ребята Говорят Уровень Мира Снизить Фига Будешь Оружие Менять Буду Буду Фух Я Просто Уже Чай Закончился Мокрый Весь Ого Сейчас Его Сам Уделаю За Баррикаду Прячься Что ж Такое Штурмовики Смотри Аккуратно Они Вблизи С двух Выстрелов Убивают Это ты Все Осталось Мелочь Турмовики С двух Выстрелов Убивают Я Я Знаю Надо Осторожней Огонь Вода Медные Трубы Да Прям Потно Было Совсем За Дробашом Такое Надо Приловчиться Но Приловчиться Штурмовиков Просто Нельзя Подпускать Они С двух Выстрелов Вообще Выключают Да Ну В такой Тесной Комнатушке Че Когда Этот Огненный Стол Падла Как Здесь Было Было Жар Фух Пойдем Сдать Дальше Дальше По сюжету Дверимся Отдать Его Голову Дальше 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 Пусть Пусть Пойти Она Сейчас Еще Подкинет Какое-то Оружие Ты лесно Тут Почитал Я Я Уже Столько Где Там Две Леста Покажи Где Вот Возле Сунька Леста Ну Да Да Это У меня Уже Взято Ты Что Железо Не Взял Че Ты Не Взял Она Просто Появилась Я Говорю Мы Уже Столько Голов Принесли Этой Женщине Просто Подкидываем Постоянно Причем Одних И тех Же Скоро Просто Как Шаукад На Черепах Сидеть Будет Все Телепортироваться Можно Давай Где Там С нами Дальше По сюжету Пойдем Так 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 И у меня Здесь Угу В лагере Светится Это Видимо Тоже Задание Что мы Выполнили Но Нам надо В лагерь Ити Потому что На грузовике Только Поедем А Или Метал Валяется Или Валяется Подожди Сейчас Сейчас Может Можно Как-то Здесь ТП Шнуться Или Обязательно Надо Ехать На грузовике Нет Тут Наверное Все Так Только На грузовике Ну Пошли В лагерь Туда Моха Что Нельзя Отсюда ТП Шнуться Сразу Туда Без Грузовика Ну Смысл Как бы Этот Грузовик Ну Потому Что Яшка Тоже Ты Пропал Жен Яшка Тоже Что Яшка Тоже Подзарабатывает А Дыдыдыдыдыдыды Немнож Обхватить Надо Вот Он Катается До Сюда Это Как Маршруточник Горлов К Два Места Едем Сразу За сил Ну поехали Если два места Как раз мы вдвоем Сразу едем Первый Какую бы цель не преследовал Захиди Джейн готова отдать за нее жизнь Найдите лагерь мятежников и заберите кейс Интересно будет ли там на башне Галина еще Тот парень который в электричество он бил Я бы с ним посражался Тут же тп Ну так я и буду тпшиться Ну тпшись Ну тп Так Погоди Нам вот сюда нужно Сюда пока нельзя Тут будет еще Дополнительного вроде ничего нет Ну Ого Тебе крутится на загрузочке Да и Так а тут по моему где то Листочки были Да вот я начну с них А ты пока просматривай Как ребят Ну давай так Попробуй Попробуй Ребяток поперевешали Скриншот что ли сделать Давай сейчас почитаем Первый год на Енохе Расформирование первопроходцев РТ Элиот История безумия Официальный архив Февраль Тысяча Тысяча Если бы Две тысячи Сто пятьдесят девятого года Когда все улеглось Зараженных первопроходцев Было Быстро поместили В крио капсулы Чтобы спасти им жизнь И изолировать Источник инфекции Выживших арестовали И заперли в камерах В ожидании суда Для многих первопроходцев Самой тяжелой карой Стало не Расформирование Подразделения А то что их обвинили Во всех бедах Постигших колонию От бурь до чудовищ Сара Таннер Дочь Джека Таннера Много раз пыталась Восстановить Доброе имя первопроходцев Но она не осознавала Какими удобными Козлами отпущения Они стали Благодаря вмешательству Серхио Акосты Начальника службы безопасности ЗАГ Присутствовавшего на планете Во время инцидента Любой первопроходец Готовый подписать Заявление о признании Ответственности За провал Первого дня приземления Автоматически зачислялся В ряды сил ЗАГ Но многие отказались Подписать Подобную присягу И из-за этого Пострадали С другой участницей Событий Широй Гутман На тот момент Старшим инженером Обошлись более снисходительно Видимо посчитав Что она будет Очень полезна Будущей колонии ЗАГ ЗАГ снял с нее Все обвинения И вынес благодарность За то Как она справилась С ситуацией Надо награду Еще пойти забрать Что-то дали За пятый уровень О Для грузовика Персонализация Да и Знамя какое-то Интересное Ну А это что за жест Нет Мимика Там жест называется Не Командная работа Слушай А что здесь Во Надо реанимировать 25 напарников Так что надо Воскрешать друг друга И там даже 250 будет В общем будем Если бы можно было Друг друга убивать Убивали А потом Тут всякие Штуки Типа пройти Экспедицию На золото Не допустив Гибели Ни одного Из союзников Супер вообще Давай это Не рассуждаю Пошли Ну как не Рассуждать Надо делать Да О И по каждому Классу Вот это все Друзья Будем брать О Работы воры Это интересно Интересно Да Вон Ребят Повесили Давай Скриншот Сделаем Хватит Кувыркаться Вернись Вот магазин Какой-то Был парень Ну да Подожди А тут ты все Осмотрел Там металла Ничего не осталось Вот тут За корнями Точно И под корнями Тоже ничего Нет Тут водичка Это многие мыло Тогда я Подальше Оттуда Осквернил Источник Уже даже На другой планете Он оскверненный Теперь Так Тут непонятно Какая волна Так что давай Какая Крепуч 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 А А А то это Эти Это животные Какие-то Что-то они Совсем слабые Может они С удара Убивают Да не Пай Ну животные Это самое Простое Ну это даже Не животные Это мутанты Какие-то Ну или животные Местные Чтоб выпало Вот Какая Комнатка Прикольная С пулеметика Хорошо Вообще Трыщ Зарабаш Так вот О, более Я сейчас Вообще Парень Устроил Баню Не Надо все Поисследовать Я еще Шлем Командира Взял Но Наверное Хуже Потому что Ну да Хуже Но Выглядит Как Мотоциклист Зачистите площадь Ой-ой-ой Че тут за полез Не лезь ты вперед Никогда Оле Ну нормально Все понятно Стой Посмотрим Тут Что-то вкусненькое Может Генерант Патрончиков Подобрать Еще раз Пойти Патронов Надо взять Это патронов Горы Загоняю Вначале Ну гоняй Я просто Скиллом Всех положил Там А я пока Поисследую Тут Может Ящичек Найду Хотя бы Один Почаный Тут Бегает Тут Наверх Залезть Ого Он Меня Сбил Сверху Что-то Свинтус Вообще Жарабас У нас У нас У нас Уже 13 Будет Вперед Не лезь Тут Баллоны Кислородные Взорвать Можно Сколько Нет Так А там Наверху Тоже Ничего Так Как ты уже Так далеко Прошел Мне кстати Отсюда Нормальная Позиция Для Прострела Открылась Более Не лезь Так Вперед Я тебя Прошу Не лезь Ты так Назад Пойду Пойду уйти отсюда. Так, завал пока не разбираем. Где-то сундучок должен быть. Сундуком? О, я сейчас прочитаю о ребятках. Появилась запись, друзья. Дневник. Противники. Перфора. Бестиарий военной зоны. Как и большинство других жутких тварей на Энохе, перфора существовали задолго до появления аномалий, исказившие их облик, хотя достоверно об этих ранних формах ничего не известно. Предполагается, что в регионах, которые заселяют перфора, раньше обитали приматообразные существа, но подтверждений этой гипотезы не найдено. Другие считают, что антропоморфного облика перфора есть более простое объяснение. Перфора были одними из первых существ, напавших на колонию. Они представляют собой проворных, двуногих существ с непропорциональными конечностями. Их отличительной чертой является острый коготь, за что они и получили свое название атлантийского перфора протыкаю. Другая теория гласит, что их так прозвали за стратегию атак, фокусирующихся на одной точке и как бы пронзающих линию обороны. Определить размер популяции перфора крайне сложно, из-за быстрого периода беременности и зрелорожденности, благодаря чему они обладают внушительной силой и способностью к охоте буквально сразу после рождения. По наблюдениям, ЗАГ на месте одного убитого перфора вскоре появляются трое. Рядовые перфоры в улей выполняют роль солдат и добытчиков пропитания. Они больше и сильнее, чем большинство людей, а в их сердце собирается некоторое количество энергии аномалии, как и у многих других мутировавших существ. Хоть опухоль часто пробивает грудную клетку изнутри, у перфора до сих пор не замечено никаких способностей, связанных с аномалией. Перфоры редко отходят далеко от сородичей и предпочитают нападать сразу всей группой. Нашел что-то? Да. Не, ничего нет. Ох, какой у тебя пулемет? Так это, это скилл, я вот так вот смотри. Ага. И в перфора заливать с него, это просто. Это у техноманта скилл, что, ну короче, тебе пулемет не нужен, ты сам себе пулемет. Не, ну он долго откатывается. Если ты зажимаешь тройку, ой, ящик нашел. Если зажимаешь тройку, то будет пулемет, если нет, то будет базука. На одном скелле два вот этих оружия. Прикольно. Ну да. Так, ты вперед не лезь, у меня там еще вещи. Вот тут еще листочки я нашел. Сюда-ка, возьми тоже. Да, тут берите, всем них. Первая аномальная буря. Я долго буду читать? Ты долго. Первый год на Енохе. Первая аномальная буря. РТ Эллиот. История безумия. Официальный архив. Июль 2159 года. Сложно сказать, что происходило в колонии после первой аномальной бури. В начавшемся хаосе введения Хроник отошло на второй план. Кроме того, многие из тех, кто ими занимался, погибли. В основном, сведения о последующих днях передавались из уст в уста. В одних историях опасность преувеличена, в других преуменьшена. Но все эти истории ужасны. Известно, что производство продовольствия практически прекратилось, поскольку из-за резкого снижения доступности воды и появления в почве ядовитых веществ растительность погибла всего за несколько дней. Многие механизмы и устройства с электронными компонентами вышли из строя. Медицинское и исследовательское оборудование сделалось непригодным. Все данные, хранившиеся на серверах, были утрачены. Производство энергии прекратилось, поскольку управлять солнечными батареями и турбинами стало невозможно. Это не могло не сказаться на промышленности. Ядерный реактор приземлившегося двигателя был поврежден, и над колонистами нависла угроза взрыва. Пока люди ЗАГ пытались оказать погибшим последние почести и похоронить их в отдельных могилах, многие трупы начали гнить. Это привело падальщиков, которые не только поедали мертвечину, но и похищали продовольствие с разрушенных складов. Командование отдало приказ захоронить оставшиеся тела в братских могилах, но падальщики уже знали, где искать добычу. Поначалу колонистам удавалось их отпугнуть, но постепенно существа становились все крупнее и наглее. Прям как ты. Что? Все. Все. Поехали. Черный шлем. Поехали. Так, а... Точно все мы осмотрели. Вот тут еще лесенка такая интересная. А ничего там нет. Был там? Был. А я нет. Так, ну тут должен грека через реку. Сейчас я подойду. Можно. Стой, стой. Мы почти в лагере. Принято. Как там Джейн? Она едва держится. Я делаю, что могу, но... Она должна выжить. Ужить. Одна единственная цель у нее есть. Ставь палку. Кинем последнюю палку и пойдем. Куда поедем? Поставил последнюю палку. И повезут на кота палку. Да. Значит, сейчас надо перебраться через реку. Может, хотел сказать, в следующей части переберемся, но он уже сагрил их. Значит, в этой переберемся. Вероятно. Ядовитый перфор. Ну да. Я миниган достаю. Он у меня с соплями каких-то. Куда он стреляет? Интересно, у меня. Куда-то поверху. Присоу просто сбить. Сейчас мы на них левел возьмем. Там были такие баллоны, которые можно было взорвать, похоже. Ты их взорвал, похоже. Ну или я. О, как там много по карте. С ума сойти. Сейчас миниган уже почти откатился. Уходи оттуда. Да нормально. Достаю миниган. Они, наверное, с дробовика вообще нормально впитывают, да? Я не слышно. Вообще нормально. Сблизи вот эта мелочь с одного выстрела просто разлетается пачкой. Освоен навык Крио Турель 2. Тут где-то А. Вот он. Что такое? Я думал, меня выкинуло. А это босс. Босс. Ну, бери его на себя. Он смотри, может в живот проткнуть. А я миниган. Главное, чтобы спину не проткнуть. Все, я сделаю миниган. Ух, ничего себе, парень пробегает. Ой, надо было сбивать, но. Все. Вбивать не сфиля. Парень, я ему с минигана так хорошенько впер. Короче, он ваншотный. Все. Хорош. Как раз босс на один скилл получился. Совсем. Мы сделали их здесь. Тринадцатый уровень. Тринадцатый уровень. Дай, почитаю. Тринадцатый уровень. Бестиарь военной зоны ядовитый перфора. Ядовитый перфора предпочитают обстреливать своих жертв из засады. В их желудке вырабатывается ядовитая кислота в таких объемах, что ее приходится регулярно извергать наружу. Эти перфора часто сопровождают охотничьи стаи на дальних вылазках, где они преимущественно пытаются отрезать жертвам пути для отступления. При необходимости они также встанут на стражи улья. Их кожа мутировала и стала очень толстой. Чтобы защитить тело от собственной кислоты. И поэтому ядовитые перфора лучше переносят любые повреждения. И еще вот этот босс. Сейчас. Бестиарь военной зоны перфора вожак. Перфора вожак это зрелый представитель своего вида. Основные задачи которого заключаются в защите сородичей и оплодотворении яиц. Аномалия вызвала в его организме серьезные мутации. Теперь его тело защищено крепким слоем поглощающим все удары. А огромные мышцы позволяют ему очень далеко прыгать и наносить мощные удары. При необходимости вожак может покинуть улья и повезти стаю на охоту. Говори. Походу я перфора. У меня тоже накапливается кислота и периодически приходится ее отрыгивать. Ну, походу так. И сюда тут сундук. Сейчас, сейчас, сейчас тут еще листочки. Ну давай сейчас к тебе, все по порядку, торопиться некуда. Наверх поднялся или внизу? Наверх. Там охуи. Флаг можно поставить. Брюки спецвойск. Так, вот тут листовочки. Где-то я видел. Эту штуку пока не трогай. Ого. Это мы сейчас и мостик тут опустим. Точняк. Не сейчас, в следующей части опустим. Где-то здесь листовочки. Так, вот тут листовочки. Тоже в следующей части их прочитаю. Ну а в этой, друзья, что в этой? В этой вам остается только поднять пальцы, добавить первую часть прохождения к себе на стеночку. И смотрите Аутрайдерс за дальше на 100%. Узнаете всю игру полностью. Узнаете все о всех классах. И узнаете, как жарко. Можете куча бесполезной информации. Как жарко. Подписывайте. Как жарко на уровне мира последнем. И тратите свою жизнь в пустую. А, не, подождите. Это на торчить только. Да. Это только на торчить. Так что, кто хочет в пустую, можете на торчить, а кто хочет в полную на Аутрайдерс. Все, всем пока. Всем па-па. Субтитры сделал DimaTorzok